Всем доброго времени суток! Сегодня я вам расскажу, покажу полный цикл, как сделать из МДФ вот такие вот красивые двери. Итак, чтобы сделать фасад или дверь, создать рисунок, нам нужно как минимум две фрезы. Вообще-то можно двумя обойтись, либо тремя. То есть это нужен для филенки, для рисунка филенки. Фреза и профиль, как минимум, чтобы сделать фасад. И тогда их можно собирать на уз. Либо в моем случае профиль-контр-профиль. Настраиваемые фрезы. И прежде чем приступить к работе, ну, соответственно, нужен фрезер и нужен упорчик. Еще струбцинки помогают нам в этом деле. И первое, с чего надо начать, это выставить на какой-нибудь заготовке пробной, попробовать подобрать рисунок, чтобы он совпадал. Сейчас мы попробуем этим заняться. Вот я уже пробовал на этой заготовочке подобрать рисунок. Мне не понравился. И сейчас вот еще раз попробую. Соответственно, беру фрезу. Начнем с этой. Я выставил так, как она мне нравится. Вот такое расстояние выставил. Вставляем фрезер. Зажимаем. И сейчас увидите процесс. И начинаем мы с того, что целимся. То есть, смотрим, как у нас попадут ножи-фрезы. Так, как бы тут чтобы было лучше видно. Так. То есть, это выглядит вот так вот. Мы целимся. Мы смотрим, куда придут и желательно целиться вот вот этой частью. Вот этим ножом. Чтобы увидеть, как он попадает. вот мы смотрим рисунок, который получается. Теперь попробуем пробное фрезерование. Пробуем. Результат вот такой вот. Мне немножко не нравится. Мне вот, к примеру, эта часть не нужна. Сейчас мы чуть опустим ниже. опускание ниже. У нас реализуется путем вот такого вот зажима и микроупора. То есть, вот мы задали минимальный результат. Нулевой показатель. Нам надо на пару миллиметров с помощью микро-подстройки. С помощью микро-подстройки еще ниже опустить. Зажимаем. Вот. То есть, зажали в ноль. Теперь отпускаем этот. отпуск откручиваем чуть-чуть. И у нас есть еще дополнительный миллиметр. И делаем второй заход. второй заход. Теперь берем штангель и проверяем все полученные результаты. Сколько нам надо вот тут вот тут какая глубина смотрим пять миллиметров. Да? Ну что? Как раз то, что надо. Полочка пять миллиметров и тут сейчас попробуем ответную часть сделать. И нам надо будет их состыковать. проверить так сказать полученный результат. Значит, внимание, ребята, обязательно при смене фрезы выключаем из сети. Чтобы во избежание несчастных случаев. Всегда так делайте. При смене оснастки выключается из сети. ну и меняем снизу. Раз. Два. Есть. Теперь попробуем второго. Как я подобрал насколько точно рисунок. жалуется на этот фрезер. О, мешает вот эта вот гайка. Очень неудобно все бьешь. Но я не знаю, я не побью ключом. Так, теперь пытаемся выставить фрезу здесь. тут сложнее поймать рисунок. и так ну даже невооруженным взглядом видно, что слишком глубоко. Надо чуть-чуть подымать. Вот. Ступеньки не должно быть. Я хочу сделать без ступеньки прямое соединение. Сейчас пробуем. Вторая попытка. Попытка номер номер Так. Чуть лучше, но по-прежнему слишком глубоко. слишком глубоко. Слишком глубоко. Действительно, большую полку захватил, кажется, получил. И вот он момент истины, смотрим, проверяем. Берем, вставляем, ровняем, вот, что у нас получилось. Ага, нижнюю полочку надо чуть меньше сделать, где-то на миллиметр. Вот. Вот так вот. Сейчас все выставим. Итак, я разобрался вот с этой щелью, вот она. И в чем тут дело, а очень просто оно решается. Разбираем нашу наборную фризу. Снимаем тут шайбы лишние. И смотрим, толщина этой шайбы подойдет, нет. Вот. Сейчас мы попробуем проверить. Если что, просто чуть тоньше шайбы берем. Так, тяжело сфокусировать картинку. Вот. Итак, мы видим щель. И смотрим, толщина этой шайбы великовата. Нам надо потоньше. Вот у нас есть три меньше шайбы. О! Вот они входят. Отлично. Их и использую. То есть, все решилось путем подставления вот этих вот шайбочек. И назад собираем фризу. Вставляем все шайбы, все ролики, зажимаем и получаем результат. Итак, попробуем real-time обработать эти доски. Эту опшу. Раз. Готово. В сторону. Добавляем. Мазь. 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 Продолжение следует... 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 Смотрим, что получилось. Так, в принципе, вроде как отлично, щелей нету. Теперь делаем вертикальные и горизонтальные стойки. Добавляем вертикальные и горизонтальные стойки. Добавляем вертикальные и горизонты. Готово! Красота! Вот он готовый результат. Так, вот сходит и выходит. Так, теперь мы делаем филенку. Ну и как бы процесс тот же самый. Сначала примеряемся, ровняем, высчитываем, а потом фрезеруем. Вот сейчас покажу пробный вариант. Вот она, наша нижняя часть. Мы берем, проверяем. Так, что мы видим? Мы видим небольшой перепад где-то в миллиметр, чтобы клей туда попал. В принципе, подходит. Итак, сначала делаем одну часть, потом вторую. Сначала вверх, потом вниз. Вверх, потом вниз. Вверх, потом вниз. Вверх, потом вниз. Так, готово. Верхняя часть. Верхняя часть готова, сделаем сейчас нижнюю. Вверх, потом вниз. Звук. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, после того, как мы сделали филенки, выфрезеровали, желательно сразу их загрунтовать. Ну, вот этот вот паз, чтобы поднялась сразу ворса. Я грунтовал ее при помощи пистолета. Вот. И это зашлифовать вот так вот. Убрать все эти ворсы. И потом склеить уже в шлифованный и повторно опять загрунтовать. Сейчас как бы... То есть... Все убрать. Убрать все в ворсу. Вот она разница между шлифованным... Гладенькое вот тут вот, как стеклышко. И здесь вот грунт поднял ворсу. Вот. Вот тут вот я тоже уже успел чуть прошлифовать. Гладкое-гладкое. Вот. Точнее, подшлифовать грунт. Надо все сошлифовать и можно склеивать. Итак, далее по ходу и по курсу нам надо склеить это все. Берем клейчик аккуратно, чтобы не испачкать края, чтобы потом не убирать это все. Наносим клей. И потом это еще размажем. Не слишком большой силой, чтобы... Скажем так, оно не выдавливалось. Потому что оно даст еще толщину. То есть берем кисточкой. Все хорошенечко. Помазываем. Все это. Тоненьким слоем, не сильно жирным. Не то, чтобы сильно тонким, но и не то, чтобы сильно жирным. Все это промазывается. Должен быть небольшой такой зазорчик фрезеровки. Не плотно идеально, что оно взбивается. Чтобы входило чуть-чуть свободно, потому что клей, он чуть-чуть входит сложно. И дальше смотрим, что мы делаем. Собираем. Я уже предварительно собирал на сухую, проверял, как все происходит. Берем. Берем деталь. Вот так. Вставляем. Вот. Склеим. Чуть-чуть плотненько входит, как я и говорил. Вот. Наносим дальше клей. Вот так вот. Сюда. Сюда. Аккуратненько. Придется сошлифовать везде, где вылезало. Чтобы потом грунт и краска хорошо легла. Так. Готово. Теперь вставляем филеночку. Аккуратненько. Вошла. Теперь вот эту часть берем дальше. Вот здесь вот. Тоже, как и там, проклеиваем все и вставляем. Вот так вот. Вставляем аккуратно. И вставляем. Так, вставляем большую филенку. Все промазали клей. Тоже отлично вошла. И накрываем верхние детали. Значит, стягиваем это все дело с трубцинами, ваймами. И что есть, главное, следим, чтобы вот здесь вот было ровно. Чтобы не выгибало само полотно. Вот надо поджать. Подровнять. Вот так вот. Значит, заделаем филястру. Вот типа вот такой вот. Вот. Как она делается. Наличник. Я отметил сразу тут и заживал ограничитель, чтобы знать, откуда начинать. Потому что она у меня будет не вот вся такая, а вначале еще кубик, квадратик будет. То есть место, откуда все начинается. Потом регулируется фрезер. То есть выставляется ограничитель на нужную глубину. Вот. То есть вот так вот. Видите? Упор револерный. Все выставил. И как это делается? Все выставили. Разметили. Запускаем фрезер. Вот так вот. Теперь то же самое делаем по краю. Просто выставляем параллельный упор на расстояние, которое нам нравится, которое мы считаем красивей, лучше. Упорчик тут я поставил в конце, чтобы начинать. Я с него зафиксировал. И. Абра-кадабра. Запусти. Запусти. Как сделать обратную сторону, вторую. Пусть плана, очень легко. Снимаем ограничитель, который у нас был. И просто разворачиваем. Раз. Два. Это будет кабло, которой мы равняем это все дело. Берем. И равняем. Зажимаем тут. Где нам нужно. С трубцинкой. И все. Ну и начинаем, естественно, с того края. И. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok и покраски. Вот так вот. Я все погрунтовал белой грунтовкой двухкомпонентной и пошлифовал. Вот такой вот результат. Вот она покраска. Значит шаг первый собрать коробку. Берем боковины. Уже запилено все. Есть торцовка. Берем, подгоняем, выставляем угол. Так поудобнее снимать. Подгоняем угол, чтобы красиво все было. Подгоняем, засверливаем, зашурупливаем. Я буду собирать на такие вот форматы 70-е. В данном случае они оправданы. С одной, с другой стороны. И дальше будем ставить ее на место, где она должна стоять, устанавливать ее по уровню. Значит берем, засверливаем. Я буду ставить коробку. Потом берем наш любимый конформат. Ну и вот все отлично сшили. Нигде не видно. Нигде трещин никаких нет. Все отлично, все красиво. Так, установка двери. Ну, сверлить вот здесь где-то или вот здесь, это вообще какая-то не камильфо. Плохой манер. Сверлить надо здесь. Вот здесь вот. Вот так вот крепить. Вначале мы прикручиваем петли. Я обычно прикручиваю петли на дверь, мне так удобнее. Вот. Вот. Петли такие. Троечка металл. Родные шурупы, которые идут в мусор. Вот. Потому что я им не доверяю. А использую такие серьезные. Все уже заранее засверлено, подготовлено, размечено. И закручиваем петли. Верхнее. То же самое мы делаем с нижней. Засыпаем шурупы. Коробочка идет с мусорами. Шурупы тоже. Затем петлю. Бумажку тоже закручиваем. Прикручиваем. Прикручиваем. Готово. Теперь надо приставить дверь. Следующая установка. Значит. Вообще-то в цивилизованных странах используют специальную надавную грелку, что ли. Подставляют. Ногой так. И она качает. Я использую вот такой паровой. У меня есть. Значит. Подготавливаем дверь в нужную позицию. Ставим петли. Ставим на мой паралончик. Готовим шурупы. В руку шуруповер. И откладываемся. Подготовим. Наживили. Прикручиваем. смотрим на результат али вы великолепный результат главное что? главное все правильно рассчитать так, ну и на этом у нас не все у нас хитрая дверь значит смотрите видите плитка приходит чуть-чуть с расстоянием из-за этого нам нужны наличники не простые а золотые 10 миллиметров вот так вот раз не, ну тут то понятно тут плитка тут все вот так вот 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 тут все ок а вот тут то что делать а тут нам ступенька получается поэтому и наличник нужен со ступенькой особенный ступенька приходит и закрывает щель вот так вот значит дальше нам нужно выровнять дверь дверь по лазеру по уровню точнее я использую лазер то есть не должно быть такого должно быть агуракадабра использую специально проставки чтобы мягкая стена чтобы она лучше держалась то есть площадью держит вот то есть видим не видим из-за меня лазер мешает ой рука мешает вот сверху хорошо а тут у нас пузо что нам надо сделать притянуть центр вот притягиваем центр все меняется так что сейчас все фиксируем все притягиваем все по уровню выставляем потом ставим двери когда закончу покажу что дальше значит берем дверь подтаскиваем все софт все и все и и все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поскольку вес у двери большой, то и кручу я ее прикручиваю на такие серьезные шурупы, там серьезные петли, это пятерка. 5х35 коробка и 5х50 само полотно. Вот так вот. Прикрутили, готово, проверяем. Подкладки, которые я подкладываю под дверь. Красота! Красота! Смотрим. Одинаковая щель, идет по всему периметру, отлично. Вот. Сейчас все подготовлю, зафиксирую, и будет классно. В общем, ребята, когда мы зафиксировали шурупами, надо подпенить всю дверь, чтобы она не хлопала, не гремела и дополнительная жесткость была. Вот. И потом мы клеим вот такие вот наличники. Вот они, да? Обрезаем в размер и делаем это... И делаем это как здесь. Клеим. У меня, как видите, тут пазы такие специальные. На наличники тоже. И можно на какой клей вы посадите, на такой и будет. Вот так вот. Верхнюю, на всякий случай, я еще вот так вот прификсирую струбцинкой, чтобы не отвалилось случайно. Так сказать, подстраховываюсь в качестве. Полностью все этапы, от начала до конца, от покраски, вот, до фрезеровки всех. Вот, если чего-то нету, пишите, я, может быть, досниму. Вот, еще эти же, такие же двери. Я досниму, может, некоторые моменты, если я что-то упустил. Вот. Наши дверочки. Все аккуратненько, красивенько. Как видите, тут вот такой вот переход по плитке. Чтобы эти двери открывались именно так, а не в коридор. Тот вот тоже двери. Ну и, конечно же, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Если я что-то забыл, не доснял, упустил, как бы прошу, пишите вопросы, я, может, отвечу. Может быть, я досниму этот материал. Вот. Все-таки хочется сказать, что я не снимаю видео, я не пишу сценарий, я работаю. Вот. Я мог что-то упустить или забыть. Вот. Ну а вам заранее спасибо за лайк, комментарий и подписку, потому что дальше будет еще. Пока. 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 Пока.